Начинается новый этап войны между российским министерством обороны и Z-блогерами. Области, где объявлен режим контртеррористической операции, закрывают для Z-военкоров. Об этом рассказывает один из таких военкоров Дмитрий Стешин. Он пишет, посмотрим, к чему приведет этот эксперимент, к разгону слухов в информационной пустоте, чем непременно воспользуется противник, или, наоборот, прекращению истошных воплей караул патриотов. Впрочем, пока Кремль эту информационную пустоту разряжает такими заявлениями. Как известно, Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Все оценки даны президентом несколько дней назад и вчера. Поэтому я специально на этом останавливаться не буду. Скажу лишь, что они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима. Тем временем, патриоты в телестудиях уже готовят зрителей к тому, что ВСУ в Курской области надолго. Эвакуировать надо со всего приграничья, со всего. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да, потому что пожертвовать на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. Затем в этом же эфире сразу несколько экспертов будут настаивать. Если посмотреть на большую картинку, украинцы растягивают фронт, что выгодно в первую очередь России. Это же скажут на соседнем канале. Нужно ли нам вообще сейчас говорить о том, что Украина что-то там выигрывает или приобретает? Нет. Что произошло? Украина растянула тебе еще фронт. В ситуации, когда она отстает по резервам, она отстает по технике, она отстает по наличным возможностям для сопротивления. Получить себе еще 100 километров фронта, ну это самоубийство. Тем временем информационная пустота и вправду начинает заполняться, о чем и говорил ZVNCOR Стешин. Скажем, в интернете уже гуляет обращение главы некой ЧВК Паладин, который, очевидно, косплеит Евгения Пригожина. Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее, наша страна уже в беде. В большой беде беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот, который должен был блокировать украинские корабли и все остальные, участвующие в перевозках с той территории, и более того, блокировать все Черное море, выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третьеразрядная страна. Корабли, которые могут выпивать, как хотят. Люди, население вымирает, нищает, спевает, совсем плевать. Только успевают завозить мигрантов. И все это сделал так называемый президент. Великий Путин. Мужчина на видео Георгий Закревский. Что это за ЧВК, чем она знаменита и откуда вещает сам Закревский, не ясно. Но этим видео уже поделились Александр Невзоров, Нехта и другие крупные паблики. Закревский уже не первый раз выступает с подобными заявлениями, только раньше на них никто не обращал внимания. Но вот сейчас появился для этого подходящий инфоповод. И подобные ролики в моменты кризиса власти верусятся всегда. Особенно в условиях информационного вакуума, который так любит создавать Кремль. Подробнее об этой информационной среде, которая сопровождает боевые действия в Курской области, расскажет Илья Шипелин. Он с нами на связи. Илья, приветствую. Здравствуй, Александр. Давай начнем по порядку. Прежде всего, твои наблюдения. Какая основная аженда, что называется, у российских каналов сейчас? Аженда такая. Новости про Курскую область сокращаются. То есть где-то на третий день этой кампании в Курской области, как говорят военкоры, на основной территории России. Видимо, потому что ДНР для них хоть и в Конституции записано, но это запасная территория. Так вот, где-то на третий, на четвертый день каналы стали довольно большие блоки давать про Курскую область. И сейчас, можно сказать, что более-менее это все закончилось, потому что оттуда новостей практически никаких не приходит. То есть все равно. В выпуске где-то на второй минуте упоминается Курская область. Говорится о том, что там высокоточным оружием уничтожается враг. Ну, короче, как обычно, сводки Коношенкова, только они без Коношенкова и засчитываются разными дикторами федеральных телеканалов. Так как нет какой-то сущностной вещи, которую можно сообщить, но вот показываются одни и те же кадры. Иногда архивные, кстати говоря, как ударяют по украинской технике или еще что-то такое. Ну, вот без лишних подробностей. То есть при этом избегаются какие-то, избегается довольно часто конкретика с картами. Они, как правило, не показываются, где происходит война. Потому что чаще всего диктор ограничивается в Курском приграничье. В Курском приграничье враг выбивается. И как бы у большинства зрителей, если они не будут заглядывать в карту в те редкие случаи, когда называются населенные пункты, они вообще не поймут, что это происходит на территории Российской Федерации, а не на какой-то границе. Потому что чаще всего используется вот это слово «приграничье», а не Курская область даже, не на территории России. Поэтому это таким дозированным способом попадает в головы зрителей. Но это что касается новостей. А вот ток-шоу, там нужно наполнять эфир какими-то словами. Ну вот ты показал тоже прекрасный фрагмент. Значит, там эксперты позволяют себе говорить, что война идет на территории Российской Федерации. Вот они это уточняют. Но говорят, что это авантюра. Ну вот уже больше недели авантюра продолжается. Они обещали с первого дня ее выбить. Ну и начиналось это вообще все с сюжетов. Что наступление ВСУ, оно остановлено на подходе к высокоточным оружием. Тем не менее, оно продолжает углубляться, как мы понимаем. Ну, там это вторжение замедлилось, но тем не менее. Каким-то образом из новостей о том, что техника Министерства обороны уничтожает врага, а при этом следующие новости, они относятся к населенным пунктам, которые дальше находятся от границы с Украиной. Вот зритель, наверное, может сделать вывод, что Россия уничтожает много, но у украинцев там вооружения и контингента еще больше, поэтому они все продвигаются там и продвигаются. Ну и тем временем мы помним, что говорил Андрей Рэмбович. Ошибаться можно, врать нельзя. Но, судя по всему, он сейчас собирается просто заткнуть рот Z-военкором. Во-первых, так ли это и есть ли уже какая-то первая реакция на это? Ну вот, слушай, мне кажется, во-первых, это все в точности с установкой Андрея Рэмбовича Белоусова, да, то есть врать нельзя, поэтому мы просто запретим говорить военкором, а врать будет Коношенков, да, потому что вот эти сводки с фантастическими цифрами, да, как будто это сводки из фильма Звездных войн, сколько там техники уничтожается каждый день. Вот, в принципе, вот вокруг Звезды Смерти, когда происходили бои, там тысячами просто взрывались эти самые летательные аппараты, ну вот что-то такое напоминает, конечно. Это противостояние уже давно идет между военкорами, да, потому что, в отличие от телеканалов, они могут себе позволить свое собственное мнение, да, и у них, по крайней мере, в отличие от телевизионных дикторов, есть идея, да, то есть если диктор, он просто получает зарплату и исполняет приказ, но вот у этих есть идея, там, не знаю, садистское отношение к врагу, к, значит, желание что-то там разбомбить, и оно сильнее, чем, или там, не знаю, где-то рука об руку идет с беспрекословным выполнением приказов. Поэтому они переживают иногда и за российские войска, пишут о недостатке того, недостатке третьего, потому что, понятное дело, что военкоры без данных о том, как российские войска кого-то выбивают, ну, просто их особенно нет, кроме самого указания Владимира Путина, они говорят о проблемах, да, то есть есть проблемы о том, что, связанные с тем, что с радиосвязью, вот, просто полный швах, с мобильностью перемещения, да, потому что вроде бы как у ВСУ есть какие-то мобильные группы, которые передвигаются на пикапах, ну, и, в общем, перечисляется, 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 почему российская армия не может отбить это нападение, да, то есть волосы сильно на себя не рвут, ну, так или иначе. В первый год войны вообще ведь в этом смысле был бардак, потому что военкоры, в принципе, писали, что хотели, костерили там некоторых начальников, и тогда же были слухи о том, что против десятка, там, или против пятнадцати военкоров крупнейших собирались завести уголовные дела, вот, но потом, как говорится, если ты не можешь что-то возглавить, если ты не можешь что-то победить, то тебе нужно это возглавить, вот, собственно, Министерство обороны, оно взяло под свое крыло этих военкоров, они стали получать какие-то контракты от Минобороны и более-менее точно следовать указаниям, ну, и вот, например, военкор Пегов, Варгонза, который был в том списке вероятных уголовников из военблогеров, который там еще ходил в 2022, кажется, году, вот он сейчас встречается с Аптилла Удиновым и, значит, записывает ролики о том, как российская армия готовится всех, всех, значит, захватчиков выбить прямо через полчаса, вот, и они уже стали намного тише, теперь, в целом, как я понимаю, Министерство обороны, есть задача, чтобы все, ну, вот, привести к такому формату свода Коношенкова, чтобы военкоры, ну, вот, какую информацию дали им распространять с цифрами, вот, чтобы они это без комментариев все дальше распространяли, теперь, вроде бы как, да, им запрещено работать на территории так называемой контртеррористической ситуации, это Владимир Путин так называл то, что происходит в приграничных регионах России, вот, и я не могу сказать, что военкоры и так очень много работали в поле, да, то есть чаще всего они все-таки получают видео какие-то, которые им сливаются, либо от Министерства обороны, либо от каких-то других источников, но они общаются с военными, и поэтому пишут либо про проблемы, которые там существуют, ну, короче, передают какую-то существующую информацию Земли, вот, не то, чтобы они своими глазами действительно так много наблюдают, что меняет чье-то представление о войне, ну, вот, теперь им запрещено там работать, вот, ей-богу, на качестве их деятельности это точно никак не скажется, но, с другой стороны, если они будут не санкционированы Министерством обороны или там ФСБ, потому что Бортников должен руководить контртеррористической ситуацией, которая там возникла, ну, вот, посмотрим, какие санкции к ним будут применять, если они будут распространять что-то несогласованное, вот, ну, а так я пока и не видел даже, чтобы кто-то из таких заметных военкоров со своим мнением, ну, то есть, есть корреспонденты федеральных каналов, ну, вот, какой материал сверху сказали снять, вот, то они снимают чаще всего, то есть, пока я не видел никаких-то, каких-то интересных репортажей оттуда. Ну, что ж, тогда будем ждать. Илья, спасибо тебе большое, Илья Шипелина, реакции пропаганды на контртеррористическую ситуацию в Курской области. Счастливо.